Самоидентификация В этом материале хотелось бы рассмотреть феномен создания кумира. С точки зрения религии это неправильно. Но периодически по ходу истории люди создают себе кумиров в виде руководителей или локальных верований. Например, в 1978 году в поселке Джонстаун, Республика Гаяна, произошло массовое самоубийство 909 человек, которые были членами религиозного движения «Храм народов». Люди искренне верили человеку, который вел их за собой. Сейчас мы рассмотрим три примера. Германию времен Гитлера, Северную Корею и Россию, когда целые нации подчинялись и подчиняются воле одного человека. На чем это держится и как работает? Все управление и вся власть держались и держатся на исполнении приказов одного человека, его понимания и желаниях. Как это могло стать возможным и где они, руководители, поймали эту нотку, чтобы повести за собой народ? В случае с Гитлером проведено много исследований, и основная часть исследователей пришла к выводу, что когда нация находится в запущении и идет возвеличивание немецкого народа через призывы сверхнации и сверхчеловека, то люди, объединенные одной идеей, смогли преодолеть экономические неурядицы и построить одну из сильнейших армий мира. Развивалась не только наука и военное дело, но и презрение к другим народам, евреям и цыганам. Они были выбраны в качестве врагов. Приблизительно по этому же сценарию развивается ситуация в Северной Корее и России. Происходит самовозвеличивание нации. Верный сподвижник и соратник Гитлера Йозеф Геббельс говорил, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Например, в 2014 году телевидение Северной Кореи сообщило местным жителям о том, что их футбольная команда выиграла чемпионат мира в Бразилии. И все в это поверили. Хотя на самом деле в том чемпионате Северная Корея даже не участвовала. Россия заявила, что не будет нападать на Украину, но через несколько дней напала. И это одно из. Россияне, как и немцы, поддерживают своего «собирателя земель русских», преданно смотрят в рот своему руководителю, верят в то, что и сейчас получится все разрулить так же, как это часто происходило ранее. Откуда же берется такое идолопоклонничество? Если на вопрос о самоидентификации человек отвечает, к примеру, «я русский», то это означает, что он вовлечен в большую пропагандистскую машину, обращенную к русским. Этот человек не имеет собственного мнения и всецело доверяет тому, что он слышит. Он зазомбирован по собственной воле. И от неимения своей позиции такой человек придерживается позиции, которую ему доносят другие люди. Если взять пример верующих людей, то верующего человека невозможно переубедить ни в одном из аспектов веры, которая у него есть. И любые разумные доводы такой человек не сможет воспринять. Что-то доказать ему тоже невозможно. В этой ситуации есть два аспекта. Нарушение самоидентификации человека, когда, например, он считает себя сначала русским, а уже затем личностью. И от этого понятия строится все дальнейшее восприятие мира. Человек, который идентифицирует себя сначала как личность, выстраивает свою роль и место в мире, критически анализирует себя и все происходящее вокруг. Также критически он воспринимает свою национальную принадлежность со всеми плюсами и минусами, гордится и сожалеет о том, что есть в истории каждого народа. Человек, который идентифицирует себя в первую очередь как русский, немец или северный кореец и сотворил себе идола кумира, не может критически оценивать ситуацию, что всегда ведет к разрушению. Это можно увидеть на многочисленных исторических примерах. Не зря вторая заповедь Библии гласит «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Любой проповедник заведет свою паству. Обязательным атрибутом поклонения является сюрреализм происходящего. Те люди, которые хотят выйти из этого состояния, могут сделать это легко. Для этого не обязательно выходить на улицу, идти на войну, проявлять любого рода насилие, кому бы то ни было, а достаточно перестать подчиняться своему идолу кумиру, перестать делать то, к чему тебя призывают, начать воспринимать себя сначала как личность и человека и только потом думать о национальной принадлежности. Эти два нехитрых действия поменяют не только мировосприятие, но и мир вокруг тебя. Это как проснуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова